Вот это прикол, регион влияет еще и на производительность, правда не так, как я ожидал. Ребята, всем привет, вот и третья часть про регионы MIUI подоспела. Как вы помните, я во второй части пообещал, что сделаю большой тест Antutu, и вот сейчас вы увидите это. Думаю, все что можно я уже разобрал в предыдущих частях и осталась только производительность. Ну конечно, все особенности найти безусловно нереально, и кто что найдет, напишите не стесняйтесь. Я проверю и еще комментарий закреплю, прям как у этих ребят. Короче, дальше зачитаю пользователей и их комментарии, и честно я хз, стоит ли так делать или нет. В общем, жду от вас ответной реакции. Вначале хочется отметить Дмитрия, где он хвалит регион Сингапур. Он утверждает, что звук в наушниках громкий, и нет кучи ненужных сервисов, как в Индии. С ними солидарен и этот чувак. Ну и ник у этого персонажа. Володе больше всего нравится Гонконг, так же как и моему брату. Ваня, привет. А вот свою постоянную подписчицу с ником Вуду Иркин я вообще запутал с регионами. Вместе с ней Димас тоже не может определиться, какой регион ему выбрать для Redmi Note 7. Супруга же вообще советует Англию или Австралию. А чуваку с ником Фидов понравился Гонконг, где по его мнению смарт начал быстрее работать. И как раз вот это мы и проверим в этом ролике. Огромную благодарность я хочу сразу же выразить пользователю с ником Sven9929 за то, что он сделал тест Antutu на Redmi Note 7. И он кстати сделал не только 5 регионов, а целых 14. В общем все эти данные перед вами. И лишь бы конечно не делал он их прям подряд, а то данные могли исказиться из-за троттлинга. Ну что есть, то есть, спасибо конечно. И как вы помните я просил вас написать свои варианты регионов, которые следовало бы замерить. И больше всего лайков набрал вот этот комментарий. И спасибо за это Кириллу. Итак, в этом ролике вы увидите результаты следующих регионов. Это Россия, Сингапур, Индия, Великобритания, Гонконг. Я не удержался и сделал тесты еще парочки популярных стран. А перед самым интересным я вам покажу результаты конкурса, которые я проводил вместе с каналом OnlyKid. В итоге я подвел буквально несколько минут назад и вмонтировал. В итоге я подвел пару минут назад и вмонтировал в ролик. Короче еще пара минут и прямиком к МТУТУ. Напомню, конкурс был у меня вот в этом ролике с распаковкой Redmi Note 7. Я провел опрос, кстати, еще один будет победитель или два. Дружно сказали, что два. Так, вставляем ссылочку. Вот, точно давно подписан. Ну все, поздравляю вас, ребят. Вам достается по 10 долларов. Ну и все выполнили. Молодцы, ребята. Итак, начну я с региона Сингапур. Я вправду начал делать замеры именно с этого региона. Можете обращать внимание на дату замеров. Да к тому же он у меня стоял по стандарту. Перед тестом я буду отключать все приложения, отключать выход в интернет, делать очистку и прочее. Чтобы тест был максимально честным. А также буду делать паузу между тестами. Где-то в пару часов, может даже с разницей в день. В общем, выжму из теста максимально честные результаты. Ну погнали. Запускаем тест. Я, конечно же, не буду вам показывать все 7-8 минут тестов. Просто буду показывать результаты. Но в итоге тест региона Сингапур в антуту показал 274 461 балл. Что, конечно, неплохо. Но с девятым андроидом Pocophone набирает все 300. И фиг его знает, дойдут ли у меня руки его обновить. И так, запомнили 274 461. После теста температура батареи всего 33 градуса, процессора же почти 48. Далее я взялся за регион Россию. Тест проводил вообще на следующий день. В регионе России тест показал 274 921 попугай. Что, безусловно, неплохо для Pocophone. Но плохо для теста. Различие всего в 500 баллов. Это очень минимально. У меня даже руки опустились в данный момент. Но раз пообещал, то доведу дело до конца. Итак, перейдем к нашумевшему региону Индия. Тут также очистил все процессы и все, что можно. Отключил все лишнее. И, к моему удивлению, регион Индия набрал 279 тысяч. То есть какая-то разница. Это не 500, как в предыдущем случае, а уже 5000 баллов. Если честно, я не понимаю, как это работает. Напишите мнение в комментариях. Все-таки с этим регионом устанавливаются разные сервисы. Расширяется функционал смарта. Получается, все это не нагружает его, а наоборот делает быстрее. Ну, в общем, давайте перейдем к Великобритании. Практически 278 тысяч. Что-то как-то посередине по сравнению с предыдущими показаниями. Но зато не будет ничего лишнего установлено на этом регионе. Температура после теста 34 градуса. Процессор 40 градусов. Как видите, работа смарта в норме. Ну, в смысле, вдруг кто подумает, что я что-то химичу. И последним из предложенных вами регионов я протестил Гонконг. Ходила легенда, что смарт на этом регионе начинает быстрее работать. И, судя по результату, не очень-то от предыдущего отличается. Тоже 278 тысяч. Короче, судя по этим пяти регионам, различия реально минимальны. С небольшим отрывом победила Индия. Но на стольки тысячах это вообще не существенно. По моим расчетам, разница между минимальным тестом, а это у нас Сингапур и максимальным Индией, всего 2%. Для меня это не показатель. Вот если бы разница была в тысяч 10-15 хотя бы, то это бы уже явно сказалось на работе смарта. Ну, попытка не пытка, зато хоть узнали, что выжить производительностью смарта по максимуму можно на Индийском регионе. Не зря Xiaomi ориентирована на этот рынок. И в конце два бонусных теста. Это Украина, которая ничем не отличалась, набрав 277 тысяч 300 баллов. Как ни странно, обойдя Россию. И завершила этот тест Соединенными Штатами Америки. Это очень нужный рынок для Xiaomi. Правда, в Штатах вряд ли кто-то вообще пользуется этой продукцией. Разве что фитнес-браслетами. Короче, вот тест USA. Тут у нас 279 тысяч баллов. В общем, еще один из лидеров в Antutu. Почему Штатам всегда самое лучшее? Да ладно, я думаю, вы знаете ответ. Всем спасибо за просмотр, друзья. Участвуйте в следующих конкурсах. Все у меня с этим честно. Присылайте свои идеи, как можно еще поизвращаться с регионами. И скоро я вас хочу порадовать четвертой частью фишек, связанных с MIUI. До скорых встреч, друзья. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok